Как сказал Умар Абдин Хаттаб Потому что с неба золото не льется То есть Аллах Всевышний Он нас создал И создал нам наш рыск Но приказал нам, чтобы мы этот рыск собирали От нас Он не требует рыска Не требует, чтобы мы его кормили, что-то ему давали Он тот, который Человека наделяет уделом Он тот, который пропитывает нас Альхамдулиллах Но от нас Аллах Всевышний требует, чтобы мы этот рыск собирали Двигались и собирали Аллах Всевышний в Коране говорит О те, которые уверовали Если вас призвали Вас призвали азаном на намаз в день пятницы На джума намаз То оставляйте все торговые дела ваши То есть в основе человек он должен работать Либо торговлей, либо каким-нибудь делом, чтобы зарабатывать То есть Аллах Всевышний знает об этом И знает, что это приказ И знает, что это естественный человек Должен двигаться, работать, зарабатывать Себя кормить, кормить своих родителей, детей своих Обеспечивать нуждающихся Это приказ Аллаха Всевышнего Но когда вы слышите азан, говорит Аллах Всевышний То оставляйте торговлю Оставляйте свои дела, которыми вы зарабатываете себе на жизнь Это для вас лучше, если вы только знали Но потом, когда заканчивается намаз Заработать, зарабатывать Это обязанность мужчины Не должен лентяничать Не должен отпускать руки Отчаиваться Даже если у него ничего не получается Он должен помнить, всегда знать Что говорит пророк Мухаммад Если ты утром просыпаешься здоровым в теле Безопасности у себя дома И с пропитанием на один день То как будто все благо этого мира Богатство этого мира Добро этого мира У тебя под ногами У тебя есть Уже есть Если на один день у тебя хватает рыска То будь спокоен Думай, как сегодня угодить Аллаху Всевышнему Той же работой Которой Аллах Всевышний нам приказывает Харакат делать, двигаться А рыск Аллах Всевышний нам дает Иногда он может много дать Иногда может мало дать Иногда может рыск нескольких лет Тебе сразу за один год дать А потом 10-20 лет будешь Только рыск одного года по чуть-чуть получать В итоге, в любом случае Мы свою рыску до конца сполна получим За этот рыск переживать не надо Нужно переживать за что? За то, чтобы перед Аллахом Всевышним Мы не были грешниками А пророк Мухаммад Он нам говорит Когда у него спросили Какая работа или же Какие деньги самые лучшие? Какой заработок самый лучший? Что он ответил? Он говорит Самый лучший заработок Самая лучшая еда, которую ты ешь Одежду, которую ты одеваешь То есть заработок самый лучший Это то, что ты заработал своими руками Не кто-то тебе дал Не у кого-то ты попросил А заработал своими руками Когда приходили к пророку Мухаммаду И просили помощи Иногда бывало, что один и тот же человек Приходит и просит помощи Что он делал? Он нигдовал ему постоянно В один раз он ему дал Топор Или веревки И сказал, иди собери Иди поднимись на горы Собери дров и продай Вот так зарабатывай И потом он сказал Пророк Для вас будет лучше Чем прийти кому-то попросить У кого-то денег попросить Еды попросить Или одежду попросить Чем просить у кого-то Для вас будет лучше Взять веревки Подняться в горы Или пойти в лес Собрать дров Продать И обеспечить себя Чем просить у кого-то Когда они могут тебе дать А могут тебе отказать И так же пророк Он запрещал Просить Еды Или просить денег Просить одежды Когда у человека она есть То есть просто Для того чтобы еще больше сделать То есть просто Чтобы накопить Бывает такое Что человек Он привык уже Привык попрошайничать Даже если у него есть Даже если он не нуждается Он все равно просит Хочет себе еще больше сделать Показывает Что он такой бедный Показывает Что он нуждается И еще больше себе просит Хотя у него есть это Это запрещается Пророк Мухаммад Салаллаху алейхи ассалям Такое поведение Он описывает тем Что этот человек Тот который Не нуждается То есть На сегодня у него есть Одежда есть Еда есть Есть где Заночевать Дом есть Но он просит Помощи Чтобы больше себе сделать Запасы Собрать Этот человек Берет Себе Угольки ада Говорит Пророк Салаллаху алейхи ассалям Угольки ада Он копит себе То есть за это Придет наказание для него Потому что в судный день Сказал пророк Салаллаху алейхи ассалям Не сдвинется Человек с места В судный день Пока не ответит Откуда он заработал И куда он израсходовал Эти средства Альхамду лиллях Аллах Всевышний дал нам иман Радуемся Благодарим Аллаха Всевышнего Бесчистенно Аллах Всевышний дает нам Достаточный Рыск Рыск пропитания У нас В Кыргызстане Достаточно работы Где можно заработать Правильно Достаточно работы Главное не лентяйничать Двигаться И заработать можно Альхамду лиллях Значит человек Он не должен попрошайничать Это первое Второй вопрос Зарабатывать нужно халялям Дозвольными путями Только чистое есть Аллах Всевышний приказывает И пророкам И приказывает Простым людям То есть Приказы Этот идет пророкам Потому что Пророки они особые люди Но несмотря на то Что они особые люди Им такой же приказ Как простым людям Делать праведное Чистое Чистое И есть хорошее чистое Кулюминат твайибад Ешьте чистое Аллах Всевышний приказывает нам То есть Когда мы едим что-то Питаемся Это тоже ибадат Потому что Аллах нам приказывает Питайтесь Говорит Он говорит Питайтесь чистым Кулюминат твайибад Питайтесь чистым Каждый мусульман должен услышать Этот аят И для себя понять Значит Когда я питаюсь чистым Зарабатывая чистым Это поклонение И этим Аллах Всевышний доволен И делайте праведные дела Делайте чистые дела Хорошие дела Живите хорошими делами И тут вот такая связь Если человек Питается чистым Если он зарабатывает чистым Дозвольными путями То и дела у него будут Хорошими Праведными Чистыми Пророк Мухаммад Он нам говорит Когда он одному из своих Сподвижников говорит Сааду Говорит О Саад Сделай так Чтобы все что ты ешь Все что ты одеваешь Все что ты зарабатываешь Сделай так Чтобы это было чистым халялем Хорошим Атыб Сделай его чистым Чтобы это все было дозвольным Все что ты одеваешь Все что ты ешь Все что ты зарабатываешь Зарабатываешь Потом строишь себе что-то Берешь что-то Садаха даешь из этих денег Сделай так Чтобы это все было чистым халялем все твои дуа будут приниматься ты будешь из тех людей у кого дуа все принимаются и потом он сказал дальше клянусь тем в чьих руках душа Мухаммада то есть клянется Аллахом Всевышним пророк Мухаммад если человек съест что-то нечистое если он покладет, отправит себе в желудок что-то нечистое то есть харам либо это само по себе харам как запретные виды еды и питья либо заработал недозвольным путем, харамом заработал чистые деньги, но он заработал недозвольными путями, у кого-то забрал обманул процентами и тому подобное недозвольными путями заработал и отправил этот кусочек еды себе в желудок говорит пророк клянется Аллахом Всевышним и говорит 40 дней у этого человека не будут приниматься дела за то, что он съел недозволенное представьте, вот мы пришли сюда сейчас на джума намаз совершаем каждый день намазы кто-то садаха дает из своих средств кто-то постится добрые дела делает все мы стремимся, чтобы Аллах Всевышний принял у нас это и чтобы дал нам джаннат за это простил нам наши грехи а представьте, из-за того, что человек может съесть недозволенное что-то харам съел то есть заработок был недозвольным путем и съел или же харам есть и пьет 40 дней не будут приниматься его дела дальше говорит пророк если у человека появилась какая-то клетка в теле или какое-то мясо в теле то есть он поел недозволенно и появилось из-за этого у него в теле кусок мяса клетки появились новые то вот эти части тела которые появились харамом недозволенной едой наказание имеет право на это тело он не имеет право на это тело теперь момент возвращаемся к первому делу когда человек когда человек что-то приобретает недозволенным путем говорит пророк если даже будет что-то маленькое маленькое ты приобрел заработал чтобы поесть или чтобы одеть или чтобы какие-то свои дела сделать этим заработал это взял себе это недозволенным путем даже если будет это маленькое дело маленькая вещь то Аллах Всевышний из-за вот этого дела из-за вот этого поступка из-за вот этого недозволенного этому человеку делает джаннат запретным Ад ему будет наказанием Место у него будет в аду Нельзя просто думать Лишь бы заработать Лишь бы у меня было Лишь бы мог что-то поесть Лишь бы мог что-то одеть Лишь бы мог куда-то съездить Отдохнуть Нет, нужно думать Лишь бы у меня это было чистым Вот это должно быть переживанием нашим Потому что с голоду не умираем Альхамдуллах Голыми не остаемся Нужно переживать Лишь бы чисто это было Лишь бы одежда моя была чистым Дозволенным Чтобы 100% был чистым Чтобы еда Каждый кусочек, каждый глоток воды Чтоб было чистым, дозволенным Так он мусаджаба, да, сказал пророк Два твои будут приниматься А теперь представьте Если человек Мы просим у Аллаха Всевышнего Просим у Аллаха Всевышнего прощения Просим у Аллаха Всевышнего Просим у Аллаха Всевышнего Чтобы Аллах нас наделил Просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах наделил наших детей, облегчил нам будущую жизнь, дал нам благо этого мира. Просим, дуа делаем. В намазах дуа делаем. Каждую джума, когда сюда приходим, дуа делаем. В каждом намазе дуа делаем. Ходим в пути, дуа делаем. Просим Аллаха Всевышнего. Ну представьте, что из-за того, что человек питается недозволенным, не обращает внимания, заработок Иоанны халал или же харам. Ему неинтересно, дозволено это или недозволено. Ему все равно. То его дуа не принимаются. Даже если он будет сильно нуждаться, даже если он будет сильно нуждаться, и большой вероятен, что в такой нужде, в таком состоянии, если он попросит у Аллаха Всевышнего что-то, Аллах ему обязательно должен ответить. Даже в таком состоянии Аллах не ответит ему. Только из-за того, что он питался недозволенными путями. Харамом питался. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он нам приводит такой пример. Человека, который в пути, усталый, нуждается в помощи, пыльный, и обращается к Аллаху Всевышнему, подняв свои руки. О Аллах, я раб, я раб, о мой Господь, о мой Создатель. Помощи просят у Аллаха Всевышнего. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот этот человек, несмотря на то, что он в пути, у Мусафира дуа принимается, у сильно нуждающегося дуа принимается, когда нет к кому обратиться, обратився к Аллаху Всевышнему, ответ 100% приходит. Но говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращает наше внимание на то, что Аллах Всевышний, ему важно, чтобы человек из своего рыска, который Аллах ему Всевышний предписал и привязал к нему, чтобы он это все выбирал. Отсюда взять, если это халяль, или же отсюда, если это харам, то отказаться от харама взять отсюда. Снизу взять, где легко, но это харам недозвольный, или же сверху взять, где потяжелее, но это халяль. Нужно выбирать, это важно для Аллаха Всевышнего. Он нас пропитывает, проблем нет, риск к нам придет в любом случае. Нам нужно переживать, чтобы брать только халяль, только чистая. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Этот человек, который в пути, усталый, нуждается в помощи, один, поднял руки свои, сильно нуждается, поднял руки свои к Аллаху Всевышнему, на небеса и обращается в Аллах, о мой Господь, о мой Создатель, помоги мне». Обращается с дуа. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Еда его, она недозвольная была, нечистая, харамом питался. То, что он пил, недозвольное, нечистое было. То, что он одевает, тоже нечистое, недозвольное было. Харамом он зарабатывал это все. И пропитан был весь харамом». Как Аллах Всевышний ответит ему? Как будет ответ этому человеку? То есть ответа нету. Когда это приходит беда, кто-то заболел, у кого-то какие-то проблемы, закрылись пути, испытания сложные, и он начинает обращаться к Аллаху Всевышнему. Если у него еда, одежда, заработок, халяль, ответ будет стопроцентным. Это гарантия. Сто процентным будет ответ. Не обязательно, чтобы у человека было много. Даже если у него будет мало, но если это халяль, это для него лучше. Там есть баракад, там есть благодать, там есть добро. Некоторые говорят, ну как, вон же, наслаждаются те, которые харамом зарабатывают, живут и наслаждаются. Кто вам сказал, что наслаждаются? Кто вам сказал, что они счастливые, у них наслаждение? Это всего лишь отвлекаются они. Отвлекаются. И они забывают. Тем, что отвлекаются, забывают, что они несчастные на самом деле. Что у них пустота. Аллах Всевышний, Он наделяет и верующего тоже, и неверующего тоже. Кто зарабатывает халялем чистым, выбирает для себя только чистое, Аллах его тоже наделяет. И тот, кто не обращает внимания, чистое это или нечистое, его тоже Аллах Всевышний наделяет. Но Аллах Всевышний дает баракад, благодать, добро, деньгах чистых, заработки чистым. Дает благо. Обратите внимание, если вы видите, или же смотрите, или же обращаете внимание на тех, кто недозволенными путями зарабатывает, посмотрите, разве они счастливые? В этом мире даже. И разве, если они придут, дальше у них счастливая жизнь будет? Придет смерть. Куда они попадут? даже при жизни. Какая у них семейная жизнь? Какие у них дети? Какие у них родственники? Как они с родственниками живут? Как они сами вообще, сами по себе живут? Аллах Всевышний сделал заработать, то есть работать и зарабатывать, сделал это ибадатом. И в следующей жизни за это будут нечего награды, за то, что ты чистыми путями зарабатывал, за это будут награды. И наказание за то, что человек не зарабатывал чистыми путями. Мы просим у Аллаха Всевышнего джанната, сделай так, чтобы одежда твоя была чистым. Потом уже делай дуа. Если нечистым питаешься, нечистым одеваешь, то ответа не будет. Даже ибадаты некоторые могут не приняться за то, что питаешься нечистым. Питаться – это поклонение. Другая сторона питания. Как правильно питаться вообще? Это тоже ибадат. Правильно питаться – ибадат. Потом, правильным питаться – это тоже ибадат. Вот первый момент. Питаться правильно – это ибадат. У нас в исламе, Аллах Всевышний не спасал нам религию уникальную. Никаких недостатков, минусов нет в этой религии. Все учтено. Полноценная религия. Для благополучной жизни на земле и для счастья вечной жизни. Как мы должны питаться? Это у нас в религии есть. Сегодня диетологи, ученые, которые изучают физиологию человека, как должны питаться, какая должна быть диета, правильное питание и тому подобное, видят, что народ болеет, заболевает всякими болезнями и начинают переживать, что нужно делать, чтобы человек был здоровым. А представьте, оказывается, не только просто есть нужно хорошее, а еще нужно, оказывается, чистое есть. То есть, в смысле, чистое, дозволенное, чтобы по шариату это было дозволенным еще. И чтобы чистым было еще в самой сути этой еды. Есть некоторые люди, которые питаются недозволенными видами пищи. У них болезней больше. Аллах не просто так нам приказывает, есть и чистое, говорит. В этой религии от ниточек до иголочек все Аллах Всевышний нам разъяснил. Для того, чтобы благополучная жизнь у нас была, и чтобы здоровье у нас было в порядке, и чтобы настроение и нервы у нас были в порядке, и чтобы отношение с людьми было в порядке, и чтобы отношение даже с животными и с природой было хорошим, все это было у нас неиспользовано в шариате. И смотрите, как нам нужно питаться. Это очень важно, чтобы мы были здоровее, чтобы нация у нас была мусульманская, здоровее, чтобы наши дети были тоже здоровыми. Что нам говорит пророк, саллаллаху алейхи ассалям? Он нам говорит, достаточно для верующего кусочек или же пару кусков еды, несколько кусочков еды, это достаточно для верующего, чтобы держал его хребет. То есть еда, это как заправка. Мы заправляемся этой едой. Машину свою заправляем бензином, соляркой. Если выбрать бензин плохого уровня, 76-й бензин зальете вы сейчас на своей иномарке, то что будет с машиной, как она будет ездить? Может испортиться даже, а потом, как говорим, попадешь на ремонт мотора. Зальешь 80-й, может быть, чуть лучше будет, но все равно будет чихать. 92-й лучше будет. 95-й зальешь, будет ездить, чисто работать будет мотор. Правильно? Никто не захочет свою машину дорогую заливать плохой бензин. Или туда, куда надо заливать бензин, он солярку не будет заливать, потому что испортится. У нас, субханаллах, очень дорогое. У нас наше тело это самое дорогое, что в этом мире есть. И представьте, еда это как виды топлива. Есть среди еды 76-й, есть 80-й, есть 92-й, есть 95-й. И мы выбираем, что есть. Вот на столу сколько может видов еды стоять, мы выбираем сами, выбирать нужно. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ассаляму, говорит, достаточно вообще для верующего несколько кусков еды, чтобы держал его хребет. Если вдруг недостаточно, то есть у него тяжелая, трудная работа, много работы, то пусть тогда есть, желудок разделить на три части. Одну часть для еды, вторую часть для воды и третью часть для воздуха оставляет. Вот где здоровье. Мы живем не для того, чтобы есть, а мы едим для того, чтобы жить. И питаться, это один из видов ибадата. Никто от того, что помалу ест, он не умирает. А те, которые умирают, они могут умереть из-за того, что много едят. Болезни могут появиться из-за того, что много человек ест. Как в хадисах говорится, что полнота, сильная полнота, это болезнь. И вот первое, на что мы должны обратить внимание, мы заправляемся вот этой едой, для того, чтобы жить, работать, зарабатывать, поклоняться Аллаху Всевышнему. А обращать внимание нужно на то, чтобы эта еда была чистым. И потом, дозу вот эту, к которой мы заправляемся, сколько нам нужно, столько и нужно есть. То есть, переполнять свой желудок не нужно. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ассаляму, он нам говорит, что самый плохой сосуд, который можно наполнять, что это? Много есть сосудов, которые можно наполнять. Есть бочка, которую можно наполнить. Есть мешок, который можно наполнить. Есть карманы, которые можно наполнить. Мешки свои наполняйте, бочки свои наполняйте, карманы свои наполняйте. Но, говорит пророк, саллаллаху алейхи ассаляму, самый плохой сосуд, который наполняют, это желудок, говорит. Желудок не надо наполнять. Услышали это? Услышали? Будем еще следовать этому или не будем? Стараться надо. То есть, желудок наполнять не надо. Если желудок, живот у тебя торчит уже сюда, вперед идет, то это уже переедаешь, передозировка. Там уже вред идет. Это и срав идет. Лучше, чем живот свой растить, лучше поделись. Отдай лучше кому-нибудь, пусть он тоже есть. Есть, которые худые из-за того, что мало едят, еле зарабатывают, или нуждающие есть. Лучше с ними поделись. Просто для своего здоровья, как тело, как аманат. Губить себя, это тоже грех. А переедание, это тоже гибель для твоего тела. Когда человек переедает, он вредит своему здоровью. У нас, аль-хамдулля, идеальное тело. И аль-хамдулля, Аллах Сеюрси сделает так, что он знает, что мы будем переедать. Нечистое есть, сделал наше тело идеальным. Столько тут есть, как бы, обороны, что ты, если переедаешь, начинает дополнительные функции работать, резервы дополнительные подключаться. Но у нас все ограничено. Если ты переедаешь, тут желчи не хватит, силы у желудка не хватит, печень начинает барахлить, почки начинают барахлить. Из-за чего? Из-за того, что либо ты переедаешь, либо нечистое ешь. Аллах тебе говорит, чистое ешь. Чистое ешь, говорит Аллах Сеюрси. Первое, чтобы это халяль был сам по себе, еда халялем. Второе, чтобы заработок был этой еды халялем. Чтобы заработная еда, заработная одежда была чистой. Это ибадат. Сегодня много болезней, согласитесь? Видим. Это болезнь. Неслыханные болезни. Ближе к судному дню будет такое. Потому что ближе к судному дню, как сказал пророк, когда люди не будут обращать внимания на то, что он зарабатывает. Халялем, дозволенным путем это зарабатывает. Или же харамом, недозвольным путем заработал. Их не будет это интересовать. Им будет интересно, главное, заработать. Это плохое дело. Это грех. Нужно очень внимательно, то, что ты зарабатываешь, потом кормишь себя, кормишь своих детей, одеваешь себя, одеваешь своих детей. Чтобы была польза от этого, должно быть это все чистым. Халялем, дозволенным. Чтобы после смерти не отвечать за то, что ты недозволенным путями зарабатывал. Как будто бы ты с голоду умирал. Никто из нас с голоду не умрет, если он будет только халялем питаться. Выбирать только халялем. Аллах Всевышний как испытание может послать. Искушение со всех сторон. Кто-то может быстро заработать, но харамом. Один из видов таких харамов, которое распространено было, фатва уже давно была дана, что запрещено. Запрещено работать в сетевых маркетингах. Кто там еще участвует в этих сетевых маркетингах, выходите оттуда. Там это недозволенный заработок. Где слишком дорого делать товар, потом привлекать людей. Не потому, что это им нужно, а потому, что им интересно там деньги заработать. Это харам запрещено. Всем скажите, женщины, особенно женщин там большое количество, чтобы они оттуда выходили. Это недозволенный заработок. Ищите заработок в другом месте. Земля Аллаха Всевышнего большая. Рыск, он привязан к нам. За рыск не надо переживать. Нужно переживать, чтобы халяль был. Все, за это переживайте. Мы зарабатываем для чего? Зарабатываем, чтобы детям что-то дать, одеть, обучить, чтобы у них будущее было хорошим. Как будет у них будущее хорошим, если мы их грязным сейчас питаем? Как у них будет будущее хорошим? Поэтому просите Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах Всевышний избавил нас от всего грязного харама халяля. Аллахам амин, Аллахам а агнина бихалялик ана харамик вакфина бифадлика амман сиваик ва саллилах ма ла мухаммадин у аля алихи ва сахаби хаджмайна.